Привет, привет, Лёшка, на проводе с небольшими новостями, которые произошли на этой неделе, которые касаются сентября. Поэтому, так сказать, новости сентября. Первая и самая неожиданная новость, на самом деле, конечно же, ожидаемая, но если бы мне кто-то сказал лет пять назад об этой новости, я бы, наверное, покрутил бы у виска. Итак, смысл заключает в следующем, что в связи с большим количеством атак дронов на российские, особенно московские, аэропорты, многие авиакомпании заявили, что если этот вопрос не будет решен, то через месяц они прекращают полеты в Москву. Ну, Москву и другие аэропорты, которые подвергаются атакам. Ну, вы знаете, что был такой режим ковер, объявлялся он уже, наверное, раз десять в Шереметьево, и во Внуково, и в Домодедово. И, конечно, в первую очередь нас интересуют грузовые перевозки. То есть авиагрузы в Москву могут в какой-то момент перестать поступать именно из-за угрозы атаков дронов. При этом это исходит не только от самих перевозчиков, но и от страховых компаний, которые отказывают страховать такие перевозки. Это будет, конечно, сильный удар по импортерам, по тем, кто ведет внешнеэкономическую деятельность. Но я, кстати, могу предположить, что, скорее всего, то же самое произойдет и по морским перевозкам, потому что в Новороссийск тоже атаковали Новороссийск. Я думаю, что эти проблемы будут нарастать по всем направлениям, во всех портах России. Поэтому есть такое ощущение, что эта проблема коснется импортеров, экспортеров тоже. Ну и вторая новость, коротенько, вот перед вами текст, письма от литовской таможни. Это переведено гуглом, это на сайте литовской таможни есть. И смысл этого письма заключается в том, что экспортные декларации, которые оформлялись в Финляндии, в Польше, в Эстонии, в Румынии, в Болгарии, эти экспортные декларации больше не будут так легко приниматься литовской таможни для экспорта из Литвы. Ну, конечно, речь в первую очередь идет о белорусской схеме и о схеме киргизской, казахстанской и так далее, и так далее, и так далее. Литва рассказывает такую историю, что раз она является сейчас краем света, и из Литвы, в общем-то, запрет фактически на доставку в Россию и транзитом через Россию, то, соответственно, она говорит, что раз уж вы делаете, разрешаете какой-то экспорт, то хотелось бы и нам тоже поучаствовать в этом экспорте. То есть, если Литва никаким образом не участвует в Грузии, на которой делается экспорт, например, в Польше или Финляндии, то эта экспортная декларация в Литве признается недействительной. Вот фактически речь идет об этом. Я в закрытом канале рассказывал, как работает вообще в Литве таможня. И я почти уверен, что варианты найдутся, но, как всегда сейчас по Литве, по Прибалтике становится каждым днем все хуже и хуже, сложнее и сложнее. Грузы уже транзитятся из Вильнюса в Москву более месяца. Если помните, начиналась неделя, потом две недели, потом 21 день. Вот сейчас более месяца грузы и транзитные, и экспортные европейские идут от Вильнюса до Москвы. К сожалению, такова ситуация. И все усложняется и усложняется и ведет к тому, что я уже говорил, о чем я уже сообщал воздвижению Большого Железного Занавеса. Берегите себя. До очень скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok